На авиабазе воинской части 55652 идет подготовка истребителей и бомбардировщиков к полету. Боевые машины ежедневно облетают государственную границу. К полетам готовят не только стальных птиц. Важно, чтобы и сам летчик, помимо профессиональных навыков, имел нужный настрой. Без этого в воздухе делать нечего, делится пилот высшего класса Тагаев Алмаз, проверяя техническую исправность винтокрылой машины. Команда экипажа проверяет ручку управления, шаг, газ, руды, педали, приборная доска, и он правильно, тумблеры стоят или нет. Бортовой техник, запуская двигателя, полетели. Ласточкой и никак иначе называют Ми-35М Владимир Гячев. Этот вертолет считается одним из самых мощных в мире. Он оснащен видеоприцелами и может набрать скорость до 250 км в час, буквально за несколько минут. В кабине установлены более новое оборудование, то есть уже установлены экраны, на которых летчик может видеть всю информацию о параметрах полета, а также вести прицеливание по этим экранам. А вот подготовка истребителей и бомбардировщиков к полету. Это дело секретное. С камеры вход категорически запрещен. Нашей съемочной группе разрешают снять лишь взлет МиГ-29 и бомбардировщика. Реактивные самолеты способны меньше, чем за час облететь всю приграничную территорию соседних Кыргызстана и Узбекистана. В воинской части регулярно ведутся к полету. Ведутся и учебные вылеты для будущих пилотов со всего Казахстана. Летчиков тренируют мастера высшего пилотажа. Регулярно ведется учет выполненных заданий по каждому ученику. Для молодых летчиков крылатые машины на первом месте. Остальные дела и девушки потом вне летного поля. Шудин Саидов, Ильдар Жанусханов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова